ПЕСНЯ И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди, и Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди, и Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. Да, вот были же песни, которые прямо-таки до мурашек пронимали, может, конечно, не согласиться со мной сейчас определенная часть молодежи, как их называют миллениалы, которые родились после 92-го года, но и эту страничку истории никогда невозможно вычеркнуть из жизни. Кто-то помнит лично, кто-то знает со страниц учебников, но комсомол был, комсомол есть, и комсомол будет жить. И будет жить благодаря тому, что вот сейчас самое главное, я покажу вот эту книжку «Комсомол Солнечногорья», и по праву назову ее, вот мне так кажется, я листала несколько раз, это учебник. Много говорю вначале, хочу, спешу представить вам автора этой книги. Одного из авторов. Одного из авторов. Ну, все равно автора, и автор идеи, в конце концов. Итак, Сергей Евгеньевич Лошнюк, вам огромное спасибо, что пришли. Друг нашего телеканала, мой личный друг, и очень этим горжу, Сергей Евгеньевич. Позволю представить для тех, кто не знает, заместитель председателя общественной палаты района, заслуженный работник культуры, почетный гражданин Солнечногорского района. Вопрос такой, когда-нибудь наступят времена, когда о комсомоле будут говорить в прошедшем времени, или они уже наступили? Я полагаю, что этого не произойдет, потому что историю, это невозможно, ну, если мы забудем историю, то что ж, это же... У нас свидетельствует же сейчас жизнь о том, что не только забывают, но и ее переписывают. Марина Сергеевна, ну, вы же человек, уже прошедший школу жизни. Я комсомолка. Я об этом и говорю. Но я не нашла значка у себя. Времена меняются, меняются приоритеты, меняются взгляды, меняется оценка политических и государственных событий, меняется, жизнь на месте не стоит. И невозможно, наверное, выстроить дело так, чтобы государство жило и процветало. Самая активная, самая талантливая часть общества была вне политики, как некоторые пытаются нам навязать идею, что комсомол должен быть вне политики и вне государства. То есть государство не будет помогать комсомолу. Это ошибочная позиция, ошибочная политика, ошибочный взгляд. И кроме вреда для нашей страны она ничего не принесет. Сейчас молодежь растащили по национальным квартирам. Одних в партии, других в общественные какие-то разные организации, вплоть до религиозных. И все это, ну скажем, ну не способствует единению. Тому единению, о котором мы говорили 4 ноября. Это все невозможно молодежь отречь от того, что делается в государстве. Но если это будет делаться, скажем, ну когда кулак кулак, то он кулак. А когда пятерня, то это... Сергей Георгиевич, давайте в вашей семье пример. У вас дети, внуки, они что-нибудь знают о комсомоле? Ну, конечно, понятно. У меня дочка была секретарем комсомольской организации 6-й школы. Она... Она все помнит? Она не то помнит. Она не потому, что у нее папа Сергей Евгеньевич. Не потому. Не потому. И папа там вообще только, скажем, надзирающим был человек сам. Он формировал себя под взглядом того, о чем говорят в семье, о чем говорят в школе, о чем говорят в обществе. И я считаю, что... Внуки. Сколько у вас внуков? Одна. Одна. Машенька. Сколько лет? И да, она исполнилась 14. Ой, прошу прощения, 16. Вот, как раз тот самый возраст комсомольский. И она говорит, как жаль, что вот сейчас вот как-то молодежь действительно разделена. Даже в классе, в школе вот она за всем этим наблюдает, слышит, о чем мы говорим, читает то, что написано в этой книге. И, кстати, она мне очень много помогала в этом плане. Да. И сожалеет. Говорит, наверное, я прав в том, что наступит время. И молодежь поймет, что решение главнейших задач, как это было в те годы, о которых мы сейчас сожалеем, будет решать и будет заниматься молодежь. Так, Сергей Евгеньевич, еще чуть позже мы поговорим плюсы и минусы комсомола. А теперь давайте обратимся вот именно к этой книге. Комсомол Солнечногорсия, 500 страниц, каких страниц, я бы сказала, глянцевых, где деньги взяли вопрос? Кто вам помогал? Меркантильный. Давайте начнем с того, что... Ответьте на первый вопрос. Книга, ну, это один из вопросов или один из пунктов той программы, которую затеяли год назад, в 2017-м, еще 2017-м. Сергей Евгеньевич, очень коротко. Те люди, которые помогали вам ее делать, они тоже комсомольцы в будущем? Все были как один комсомольцы, а если вы говорите о финансировании, то здесь эту проблему решил Василий Казимирович Загурский. Еще будучи живым, он... На первой страничке он здесь, да? Да, да, да. Нет, там дальше в этом. Он тогда, когда мы оговаривали проблему, как организовать празднование столетия комсомола, он сразу сказал, что я готов взять на себя финансирование книги, а кто готов взяться за ее подготовку? Ну, куда же мне было деваться? Это об этом случае вы пишете здесь в начале, что появилось благодаря воле случая, да? Да, да, да. Я шел и зашел на огонек в офис Василия Казимировича. Там состоялся разговор, там были Тимошин, Олег Анатольевич. Несколько слов о Василии Казимирович. Если, понимаете, Василий Казимирович, это очень такая личность, я бы сказал, личность высокого полета. Человек добрейшей души, талантливый, умный человек, организованный человек. Человек, которого никто не толкал. Все, чего он достиг, он достиг собственным умом и собственным трудом. Он прошел хорошую школу. Он и в армию, армию отслужил, институт закончил. В микрорайон ЦМИС центральную машину, испытательную станцию пришел. Там возглавил комитет комсомола. Потом стал вторым секретарем горкома комсомола. Первым секретарем ушел возглавлять стройотряды комсомола Московской области. Потом работал в аппарате областного комитета партии. Возглавлял наш горком комсомола нашего района. Это человек, который знал жизнь, знал людей, умел с людьми говорить. Он понимал их и всегда был на их стороне. На мой взгляд, он был совершенно нетипичный чиновник того времени. Нетипичный. И я так понимаю, эта книга отчасти не выполняет. Эта книга, это тяжелейший труд. И я никогда бы не взялся за нее, если бы не случился этот разговор при встрече с ним. Сергей Ильич, это настоящий учебник. Да, почти 500 страниц. Это конечное или вы отсекли что-то и не могло бы быть больше? Вы знаете, вот как так всегда бывает, что когда ты книгу уже издал, появляются какие-то новые, более интересные данные, материалы. И думаешь, вот бы сейчас эти данные, я бы их использовал и так далее. Я думаю, после того, как книга разошлась по району... А сколько тираж вы сделали? 500 экземпляров. Эту книгу вручали на торжественном вечере. Это как подарочный вариант. Это невозможно продавать. Это бесценно. Мне так кажется. Это подарочный вариант. И мы и сделали, чтобы эта книга, кто пришел на вечер, получил ее. И потом... Ну, здесь более тысячи фамилий. Вы представляете себе? Это касается... Сергей Ильич, вначале вы пишете о историю... В целом. Ну, о комсомоле в целом, да? Глава, да. Вы когда готовились, себе так представляли концепцию этой книги, да? Да, я приблизительно так себе и представлял эту книгу. Хорошо. Дальше идет история уже Солнечногорска. Солнечногорска. Комсомола Солнечногорска. Я много раз листала эти страницы и видела эти архивные фотографии. И первый вопрос. Сколько в целом вообще работалось над этой книгой? По времени? По времени четыре с половиной месяца. Это я вот в семь часов вечера садился и три-четыре часа утра заканчивал. Днем невозможно, потому что есть же какие-то домашние дела, есть общественные дела, есть то, что необходимо сделать. Поэтому разрывать как-то это время рабочее... Но это не так много. Мне кажется, если сейчас посади среди физического человека и работать, то можно год работать. Здесь присутствует, Марина Сергеевна, опыт. Я же ведь все-таки... Это не первая моя книга, которую я делаю. Это же Солнечногорья, страница истории. Книга памяти Солнечногорского района. Помнит город Спасенный, потом путеводитель по Солнечномурью. Это уже опыт есть определенный. Сергей Евгеньевич, вот эта фотография прям бросается в глаза. Это видно, что очень старая фотография. Это Девяткино, да? Да. Откуда вообще? Это сразу в 18-м году была руководитель, она была членом партии, но была руководителем детского подросткового клуба, который потом влился в комсомольскую организацию после первого съезда комсомола. Андреевская ячейка. Андреевская ячейка. Это из архива нашего музея и сохранилась. Вы там ночами сидели в архиве? Вас удивляли находки, которые вы делали? Я хочу сказать, что я многое знал, ведь история Солнечногорья для меня, скажем так, не новая тема. Я многое видел, работая над предыдущими книгами, я знал, где приблизительно что находится. Но самое главное, что дало возможность вот в таком варианте изложить книгу, это наша газета. Она называлась раньше и «Сталинский путь», и «Путь Ильича», и «За изобилие», и «Знамя октября», и «Сенеж». Но все это было одно и то же. Вы хотите сказать, что архивы сохранились? Архив, газеты. В хорошем состоянии? С 1945 года не все, но много сохранилось. И не будет этого материала, не будет этих газет. Конечно, я считаю, что если мы потеряем то, что там сейчас в редакции есть, то мы потеряем историю района. Ну вот сейчас, работая над архивом, что бы вы изменили, что не хватает? Отцифровать надо архив. Это я сейчас уже о банальных вещах по ходу работы. Вы увидели, что архивы... Отцифровать — это идеальный вариант. А самое главное — найти нормальное помещение для этого архива, разложить, создать там соответствующие условия, где бы можно было его использовать, и вместе с тем, чтобы он не потерялся. Может быть, кому-то невыгодно сохранять архивы? Я не думаю. Хотя, когда я просматривал, вернее, искал некоторые годы конкретно, то у меня сложилось такое впечатление, что в течение каких-то лет... Какие-то провалы, да? Были провалы, и эти провалы случились благодаря тому, что кто-то приложил к этому руку. Вот просто листаю... Ну, я не знаю, вот можно методом тыка... Вот Владимира Кузьмина, вы знаете нашего? Это человек, который возглавлял нашу общественную организацию воинов-афганцев, воинов-интернационалистов, который работал в горкоме Комсомола. Это его родственник, это вот его прадедушка. А Девяткина тоже его дальняя родственница. Вы хотели книгу издать, Сергей Евгеньевич, именно такую большую, или вы когда работали, даже не знали, во что это выльется? Нет, я предполагал, что это будет порядка 500 экземпляров, то есть 500 страниц книга. И поэтому чуть меньше вышло, но я думаю, что теперь, когда мы соберем еще материал, я вам скажу, вот буквально несколько дней назад я позвонил Зинаиде Гоголевой. Ей будет в мае месяце 82 года. Она была секретарем комитета Комсомола 10-го завода, механического завода, многие годы. Была, ну, это активнейший человек, о ней вспоминают люди с такой благодарностью. Вот, и я, книги у нее еще нет, но я вот завтра-послезавтра заеду, она живет на Вертлинской улице. Самые яркие эмоции от прочтения благодарности, которые вам поступали, расскажите, это же тоже важно. Ну, я вам так скажу, что благодарности и звонки поступают до сих пор. А в первые дни это было, я скажу, это было... Амшлаг звонков. Да, это было, с одной стороны, приятно, но с другой стороны, я телефон не выключал. Вот, поэтому... Поэтому... Поэтому хочется... Работать дальше. Дальше продолжить. Еще мне хочется спросить у вас, сколько глазных капель вы потратили, сидя... Вы знаете, вот зрение посадил. Вот, я вот чувствую. Это мы сейчас читаем. Кстати, очень хороший шрифт. Ну, вот, поэтому я такой шрифт и избрал, чтобы людям было удобнее. Удобно читать. Все-таки, ну, если вот я о Зинаиде Гоголевой говорю, 82, то, наверное, зрение чуть-чуть подсело, и надо, чтобы шрифт был удобным. Ну, вы восстановили хотя бы частично зрение, так сходили к доктору? Ну, а как же, лечить. Вот смотрите, вот это тоже поразило, вот на 56-й страничке, какой-то рукописный текст Михаила Лебедева, который был секретарем комитета комсомола завода имени Лепси. И вот они загружали последний состав с нашей станции, с имуществом завода, отправляли, прямо вот-вот-вот они отправили и в город вошли немцы. И он ушел в партизанский отряд, который был сформирован на территории Солнечногорского района. Там занимался обучением подрыву, ну, многими вопросами там занимался. И после того, как освободили район, он пришел и возглавил городской комитет комсомола. И с 41-го по 44-й год был первым секретарем горкома комсомола. После этого его пригласили в горком партии, а на его место пришел Лисицын, который уже с 44-го по 46-й год возглавлял комсомольскую организацию. Вообще, я должен сказать, что когда читаешь документы об этих людях, всех, перечень, вот там с 18-го года, с Лухманова, начиная с первого человека, который является организатором комсомола на нашей земле, Дмитрия Лухманова, то видишь, что личности все были в высшей степени достойные. Вот все секретари, о ком я сегодня, о ком там написано, и о ком я сегодня могу сказать, это в высшей степени люди достойные той должности, которую они занимали. Все без исключения. Честь и хвала, и вечная память этим людям. Но сейчас вот наши телезрители могут справедливо заметить, разве сейчас нет таких людей? Почему нет? Конечно, есть. Есть. И о них напишут книги. Весь-то вопрос в чем? В организации дела. Ну вот начнем даже с книги, правда? Вот не организуй, Василий Казимирович, это все. Любое дело требует организации. Организация, если молодежь посчитает, что нужно войти в состав российского союза молодежи и там решать все и социальные. Вы уже название организации даже. Почему? Она есть. Российский союз молодежи. Она и Российский союз молодежи. Но сколько... Больше мы знаем молодую гвардию. Ну, кстати, вот вы сейчас о молодой гвардии. Так не о той молодой гвардии. А я вам скажу о той молодой гвардии. Когда я, молодой лейтенант, прибыл в город Овруч, это бывшая древняя столица нашей Руси, в Житомирской области. Там стояла 23-танковая дивизия, где я служил. И снимал фильм о боевом пути этой дивизии. А дивизия освобождала Краснодом. И вот я приехал в Краснодом, зашел в горком комсомола, говорю, ребята, помогите. Надо вот, вы же... Они мне помогли. Но я говорю, кроме того, что помогли, поможете материалами и помогите встретиться с родителями оставшихся живых молодогвардейцев. Они организовали такую встречу. И матери Кашевого я общался. В общем, с матерью интересная была встреча. Я им рассказал, чем занимается... Сергей Ильич, вас сейчас на встречу приглашают? Даже по поводу этой книги? В образовательное учреждение? Значит, несколько дней назад, в четверг прошлый, Зеленый Радский музей организовал презентацию книг. Была очень интересная встреча. Понимаете, вот, наверное, это... А кто присутствовал на встрече? Молодежь? Организовал это бывший первый секретарь в НИВ-3, Владимир Николаевич Доцко. Он инициатор и организатор этого мероприятия там, в музее. Нам скорее интереснее, как реагирует молодежь. Какие вопросы задает молодежь? Тут я скажу, что на самом вечере молодежи не было. Была такая встреча ветеранов комсомола. Такая теплая. Люди... Какие люди? Когда я сидел и слушал человека, доктор наук, профессор, дважды лауреат государственной премии. Один выходит, другой. И настолько интересно повествует, как они строили этот Зеленоград, как развивалась промышленность Зеленограда, кто в ней... Как много полезного привнесли в это дело солнечногорцы, солнечногорская земля. В общем, настолько было... Сергей Вячеславович, тогда смотрите, такой вопрос. Много... Вы общаетесь с молодежью тоже много. Вот даже вашу внучку взять. Какой вопрос, на ваш взгляд, вас разочаровывает? Не задавали вам вопросы? А, наверное, задавали, а зачем вам все это надо? Ну вот для чего? Нет, мне такой вопрос не задавали. Потому что понятно, для чего это нужно, Сергей Вячеславович. Мне задавали все тот же вопрос. А как нам снова стать теми, кем мы были? Кем вы были? Кем вы были? Да. Спрашивают молодежь. Да. И что вы отвечаете? Для этого, вот адрес я указываю, Российский Союз Молодежи. Вступайте, организуйтесь. Все в ваших руках, как и в наших было. Мы же тоже. Все было... Я жил на Западной Украине, где, собственно, ну, скажем, отношения... Вы же понимаете, исторические факты никуда не делись. Отношение к коммунистам, комсомольцам было неоднозначное. Но мы, вот, молодежь, мы переламывали, перегибали, доказывали, рассказывали, а потом мы просто пальцем показали. Посмотрите, завод, комбинат, который построили 40 тысяч рабочих, химико-металлургический, в Калуше. Это кто построил? Это вот как раз молодежи построила. Так давайте. Так вопрос сейчас опять же задут молодежь. А, это ее принуждали, заставляли. Никто не... Подождите. Райком комсомола. Приходишь в райком комсомола и говоришь. Вы знаете, я вот работаю, но мне что-то неинтересно. Или есть какие-то... Хотелось бы сменить профессию. Хотелось бы чему-то поучиться другому. Хотелось бы обладеть несколькими специальностями. Не направите меня куда-нибудь на стройку, на комсомольскую стройку. Человек получал путевку, получал деньги, садился в поезд или в самолет, летел и работал. Ну, я представляю, сколько скептиков сейчас с той стороны экрана. И вы знаете этих людей, которые рассказывают о комсомоле другие истории. Самое интересное, я убеждать никого не собираюсь. Это правильно. Я просто констатирую, как было. Давайте обратимся опять к страничкам вашей книги. Я рекомендую всем почитать, те, кто скептически относится. Это же документы. Здесь хоть одно слово есть от автора или от цельных. На основании документов. На основании документов. Вот это, пожалуйста, документы. Правильно я говорю, что это где-то Советская площадь, да? Да, это дом, который стоит, угловой дом напротив кинотеатра. Балкон этот, с которого 12 декабря 1941 года уже говорили, власть оповещала жителей о том, что город освобожден. И состоялся митинг. Ну, а за этим, понятное дело, восстановление самого города. И 15 числа, 15 декабря 1941 года весь район уже был освобожден. Значит, задачи были, скажем так, серьезные, важные. И люди их решали. Сколько дней, я не знаю, нужно было провести в архиве? Вы по каким-то критериям отбирали фотографии? Были фотографии совсем старые, которых вы пожалели, вот их надо было брать, но невозможно было в печать отправлять? Старался, в общем, относиться к этому с большим трепетом, уважением и пониманием. Я перефотографировал просто. То есть на вынос не давали? Нет, на вынос тоже мне не было. Для меня не было вопросов, что там взять или не взять. Но я иногда и задавал вопрос. Надо думать не только о себе. Надо думать и о том, что после меня еще придут и, может быть, напишут и издадут книгу посерьезнее. Сергей Евгеньевич, вот об этой фотографии что можете сказать? Об этой фотографии можно рассказать много интересного. Кстати, в книге есть, описан этот случай Иларион Михайловичем Ильиным, который вот слева второй на снимке. Он был в то время заведующим оргодделом горкома Комсомола. А рядом с ним Евгений Сергеевич Рычин. Это первый секретарь. Вот в 1954 году было объявлено, скажем, был объявлен призыв на покорение Целины. И Солнечногорский район формировал два отряда по 30 человек. Вот они были сформированы. И их сопровождал на Целину Иларион Михайлович Ильин. А за этими отрядами уехал и сам первый секретарь, который там возглавил совхоз. Потом возглавил МТС. А далее вернулся обратно, вернули его обратно в Подмосковье. И это человек, который стоит у истоков создания вот этого всего тепличного хозяйства вокруг Москвы. Вот вроде совхоза Грудинина. Поэтому эта личность, которая почитаема среди тех, кто занимался вопросами сельского хозяйства, это личность, скажем так, легендарная. Поэтому в этом учебнике «История комсомола» она присутствует. Было что-то такое, скажем так, новое, о чем вы не знали, но работы над этой книгой узнали, какие-то открытия для себя сделали? Вы должны понять, что я приехал в район 17 июля 1980 года. И только с этого периода я как-то узнавал жизнь комсомольской организации и комсомола района. Поскольку с тем же Василием Казимировичем Загурским мы познакомились вот как раз буквально через несколько дней после моего приезда. И до того, что было, конечно же, мне было неизвестно. Я не мог там без документов обойтись, чтобы написать. А все то, что было уже после 1980 года, подавляющее число мероприятий, событий, это мне все было известно. Но нужны были еще подтверждения. Одно дело говоришь, а другое подтверди документом. Поэтому... А запретные темы были? Ну, например, Вам говорил Сергей Николаевич, вот это лучше... Нет. Ну, во-первых, мне такого сказать никто не может, потому что я нашел бы достойный ответ. В нынешнее время мы можем говорить и писать. Ну, а во-вторых, я все на фактах, на документах. И не придумывать это можно, но... А к чему? Когда история настолько достойная, что нет смысла чего-то придумывать. Известны случаи, факты, когда по-прежнему засекречено. Поливать грязью, понимаете, ну, это самое простое. Вообще у нас, славян, есть, вот, я бы сказал, как ныне в молодежи выражается фишка, сказать, а вот что-то вот там с ним было. Вот, или, как говорят, или он украл, или у него украли. И все. И доброе имя человека легко опорочить и так далее. Но нужно отдать должное тому времени. Тогда можно было за себя постоять. В чем я сомневаюсь сейчас. Сергей Евгеньевич, доброе имя Татьяны Васильевны Сухановой. О ней вы здесь тоже много посвящаете. Здесь и фотографии, и документальных данных. Расскажите об этом, да. Суханова была активным деятелем, первым секретарем. Особое внимание уделяла... Все первые секретари этому внимание уделяли. Прежде всего, военно-патриотическому воспитанию. И она вот с единомышленниками... Вот Суханова, это какой период? Послевоенный? Да, конечно, конечно. Это вот 60-е, 70-е годы. И восстановили землянку, у которой находились партизаны Солнечногория во время войны. На этой фотографии видно, что она ведет туда отряд. И в этом месте они проводили много различных мероприятий, вручали комсомольские билеты. Деятельный был человек, и молодежь вспоминает, те, кто с ней тогда работал, а я беседовал со многими, с ней... О ней вспоминают с благодарностью. Мы начали... Вот вы пролистали Светлану Панченко, которая сейчас ведает ЗАГСом. Вот фотография. Она была член ЦК комсомола. Это единственный случай, когда... По-моему, единственный. Не буду точно утверждать. Когда она школьница, школьница, была член ЦК комсомола. Сейчас возглавляет ЗАГС. Да, у нас очень талантливый человек. Я вам скажу... Ну, а кто-то не талантливый. Журналист, журналист и... Здесь все талантливые у вас. Историк потрясающий. Мы начали с легендарной песни, называют его гимном. И Ленин такой молодой и юный, октябрь впереди. Хочу вот перейти немножко к комсомолу и музыку. Вот эта фотография, 244-я страничка, Владимир Высоцкий в метрологе. Наверное, многие люди и не знают об этом. Да нет. В Менделеево знают все точно. В Менделеево точно. А в районе, конечно, конечно. Вот расскажите. Но эта фотография в доме метролога была сделана. И то мероприятие дало возможность заработать средства, на которые потом было обустроено кафе, молодежное кафе в Менделеево. И база молодежная Былина. Это вот в районе, недалеко от Соколова. Ну, вы говорили мне до эфира, что это был не совсем законный путь. Не, ну... Тогда же билеты, вы же понимаете. Ну да. Все билеты должны быть под номером. Все это... Ну, я скажу так. Не совсем. Но это не имеет значения. Но в те времена, когда было так строго. Ну, строго. Но, видите, даже власти контролирующие закрыли глаза. Потому что на благое дело. Никто не утащил и никуда не отнес. А на эти средства сделали кафе, в которое записывались за два месяца, чтобы посетить и посидеть в этом кафе. Понимаете? И дальше, в продолжение музыкальной темы комсомола. Вот эти фотографии. Расскажите, пожалуйста, для тех, кто не знает. Ну, вы, наверное, встречались с этими людьми. Ну, по крайней мере, с одним из них это точно. Михаил Рослов. Он и есть инициатор, и бессменный руководитель коллектива «Круговорот», который вот в 70-е, 80-е годы пользовался потрясающей популярностью здесь у нас. Вот все вечера танцевальные, которые были в парке, там яблоку негде было упасть. Ну, вот на фотографии вы видите, на второй. Сколько было народов. А другие стояли за оградой этой, смотрели, как люди танцуют, как молодцы ребята. Они со школьной скамьи создали ансамбль, сами делали аппаратуру, сами все служили, все достойные ребята. Надо понимать и отдать должное, что сейчас 17-й и 18-й год проходят под знаком СССР. Вы это видите, это даже на телевидении, и в вещах, и в продуктах питания это вернулось. И музыка в том числе, она собирает по-прежнему стадионы. Музыка тех лет. Почему? Ну, если вы говорите о музыке, то я скажу на это следующее. Раньше были худсоветы. Вот кто-то скажет, что это меня тут, значит, ущемляют. Там тоже есть худсоветы в театрах. В театрах это внутренний худсовет. А тогда были и внутренние худсоветы. Вот я был начальник Дома офицеров, у меня был художественный совет. Мы готовили какую-то программу. Эту программу на репетициях смотрели все. Потом мы сидели и обсуждали. Потом на генеральную репетицию приходили, и там мы приглашали тех же коммунистов и начальников старших. Вы посмотрите. Это не говорит о том, что было тотальное, там, мне не давали дышать, мне не давали... Цензура. Ну, была, но не тотальная. Ну, знаете, Шнуров, понятное дело, не мог появиться. И на Первом канале Успенскую, наверное, Суслов в гробу перевернется, увидев ее там, ну, это же... А вы слушаете Шнуров? Да ну, вообще никак. Остановите музыку. На Успенскую. Остановите музыку. А я слушаю. Ну, это выбор каждого, понимаете? Нет, может быть, это... Ну, мат, то зачем? Ну, понятно. Ну, если отсутствует... А как же о том, что людей же не заставляют туда приходить? То есть, смотрите, я о чем хочу сказать. Сейчас и музыку Советского Союза слушают. Одни и те же люди, я знаю таких, и Шнурова слушают. Не будем углубляться в аналитику этого феномена? Не буду углубляться. Но, вы знаете, вот этот запретный плод, он всегда сладок. Он не запретный. Может быть, поэтому его не стали запрещать? Ну, наверное. Да я не говорю о том, что надо запрещать. Нет, я совершенно не об этом речь веду. Я просто говорю о том, что должен быть у художника, я имею в виду, под словом художник, это и художник, это и поэт, это и композитор, у художника должен быть внутренний тормоз, который не даст расцветать тому, что разрушает интеллект, что делает его глупее, что делает его безнравственнее. Вот о чем речь идет. А запрещать это, ну, это не выход. Просто, ну, воспитывать в себе высокий вкус. Ну, мы же с вами слушаем Магомаева. Мы бы его слушали и слушали. Соловянинка вернемся, Богатикова, Азыкина. Ну, вы себе представляете, что Азыкина там... И молодежь слушает Магомаева, это точно я знаю. И в программе «Голос» побеждают люди, которые поют Магомаева. Вот об этом и речь. Поэтому об этом и речь. Сергей Венеевич, у нас очень мало времени осталось, скажите, пожалуйста, вот сейчас книга написана, да? Да. Издана. Телефон по-прежнему разрывается, и вас благодарят. У вас есть какое-то опустошение вот внутри, что сейчас вам не хватает работы? Вы знаете, у меня нет опустошения, у меня есть облегчение. Я человек такой, что, сделав одно, я уже должен иметь перспективу другого. Это был вопрос провокационный, да? Да. Я живу этим, я не могу по-другому. Я не могу сесть и на заваленке семечки у себя, у самоваров там... А домашние не относились ревностно? Вы не обделяли их вниманием? Я... То есть у вас единая команда, они помогали, я понимаю. Никаких. Все помогали. И дочь, и внучка, и зять, и жена. Все помогали. И будут помогать, потому что... Сергей Венеевич. Это же не для себя. Я не была на этом концерте в честь... Столетия. Столетия Комсомола, и где вы выступали, и эта книга вручалась. Но я была уверена, что эта книга мне в руки попадет, но она почему-то без автографа. Поэтому давайте исправим эту ошибку, я вас не отпущу. Напишите, пожалуйста, лично мне и телеканалу свои пожелания. С комсомольским приветом. И Ленин такой молодой, и юный, хотя впереди. И Ленин такой молодой, и юный, хотя впереди. Нескромный вопрос о нас, о телевидении. Вы можете сказать, что у солнечногорского телевидения комсомольский характер? Я не то, что могу сказать, я могу утверждать. Если этого недостаточно, то я могу письменно подтвердить. Спасибо. Я не знаю, можно ли сейчас оценить, наверное, можно, эту подпись. Но я думаю, пройдут годы, расстояние, будет эту книгу держать. Я ее домой унесу. Сергей Евгеньевич, вам честно скажу, не оставлю на телевидении. Вам спасибо огромное за ту работу, которую вы провели. И 40 минут, конечно, недостаточно. Эта история длиннее. И давайте договоримся, не будем прощаться, а будем встречаться чаще. Да, пожалуйста. Можно возьму вашу руку. Вам огромное спасибо. Приходите к нам еще. Будете приглашать, приду. Всем спасибо огромное, уважаемые телезрители. Я думаю, вам было интересно. До свидания. И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди, и Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди.